Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем разбирать тему практического применения и герундия в предложениях Как им пользоваться, в каких структурах он может употребляться Как он выглядит в практическом, так сказать, в реальной жизни И так далее, и так далее И смотрим перед нами очередное продолжение упражнений из справочника вербы Если он у вас есть, прекрасно Если нет, вы можете пройти по ссылке, у меня на сайте он есть, можно его скачать Там все бесплатно Значит, у нас, опять же, дан образец И надо составить два предложения, из двух предложений одно И употребить при этом герундий Что мы здесь имеем? We sang together, we enjoyed it Маленькие два предложения, не очень красиво, на уровне 4-5 класса Значит, что мы делаем? Мы оставляем подлежащее сказуемое в том виде, в каком оно было Обратите внимание, что у нас сохраняется время Вот оно Вот оно здесь, вот оно здесь Далее, вот это it У нас кандидат на замену Значит, за место it мы поставим вот это все дело Значит, и нам надо как-то так его красиво сказать Чтобы избежать подчиненных предложений Ну и можно сказать we enjoyed that, we и так далее, и так далее Но кто так говорит Поэтому, значит, первое У нас уйдет долой подлежащее, его не будет А вот это дело трансформируется у нас в герунди Это же глагол, а любой глагол может образовывать от себя герунди Поэтому saying это прошедшее время Мы вспоминаем, что настоящий инфинитив будет saying И от него сделаем герунди Sailing Вот таким образом, как показано тут в примере Sailing, вот оно Вот оно И together сохраняется, как и было Ему все равно Это не глагол, поэтому он не меняется Итак, смотрим, что у нас здесь I saw this film, I enjoyed it Здесь все аналогично будет Опять же, я ищу подлежащее сказуемое Вот оно, I enjoyed Далее, it находим Вместо it у меня будет вот это вот все дело Я выбрасываю, опять же, подлежащее So перевожу, делаю из него герунди И у меня получается такое I enjoyed I enjoyed Seeing Можно было watching написать Seeing This film Или this movie, можно было бы Далее She played the piano, she enjoyed it Опять же, то же самое Мы ищем предложение Где у нас будет it Вот оно И с этим предложением С него я начинаю She enjoyed Enjoyed Далее Ищу действие От чего она получала удовольствие? От игры на фортепиано Playing Playing The piano Вот таким образом И так далее, и тому подобное Далее He enjoys it Он получает от этого удовольствие От чего? От коллекционирования марок Значит, у меня будет Tom Я вместо he поставлю Tom Чтобы было понятно, о чем идет речь Enjoyed Без изменений Это у меня будет Collecting Collecting Stamps Вот таким образом Далее The boys played football Мальчики играли в футбол Они получали Им это нравилось Значит, я вместо they поставлю the boys The boys Далее Enjoyed у меня сохраняется It у меня пойдет Playing football Значит, вот это it у меня превратится в playing Playing football Вот таким образом Кстати, есть еще один нюанс Обратите внимание Что у нас может быть разное время Здесь у нас прошедшее стояло Здесь у нас тоже прошедшее А здесь у нас уже настоящее время Collects Здесь опять прошедшее Но Ерундию в данном случае все равно У нас на время указывают вот Вот эти вот сказуемые Вот эти слова указывают нам на время Когда это происходило Далее We based in the river We enjoyed it Опять все то же самое We enjoyed bathing in the river Далее Следующее They went home They did not wait for me Они пошли домой Они меня не ждали They went home without waiting for me Что у нас здесь интересного Здесь у нас появились предлоги Дело в том, что герунди любят употребляться после предлогов Что у меня Значит, they went home Здесь ничего не менялось Здесь все как есть Вот оно Подлежащее Сказуемое Все порядок Далее Следующее предложение у меня Отрицательное И дальше у меня действие Значит, я должна как-то Как-то сделать это отрицание Значит, здесь может быть два варианта Здесь можно поставить предлог Without Это без То есть без ожидания меня Если дословно Without Дальше Wait у меня трансформируется в герунди И дальше все как было А можно было бы еще вот так сделать Not waiting for me Просто not поставить Это тоже мог бы быть такой вариант Почему бы и нет Здесь, по сути, отрицание у меня завуалировано Оно представлено вот этим without Ну, почему бы и нет Кто мне запретит Итак Так, первая часть у меня не меняется Я ее переписываю Я перевожу текст Далее у меня отрицание И отрицание я заменяю словом without Без использования словаря у меня должно получаться Without Without Далее У меня действие перейдет в герунди Using Using The dictionary Вот таким образом Далее следующее Mary left home She did not lock the door Mary ушла из дома Она не закрыла дверь Значит, что у меня будет Mary left home Здесь все сохранится как есть То есть это предложение совершенно не меняется Далее Я опять дедно должна заменить на отрицание Without Mary ушла без закрывания двери Если это словно А если нормально сказать Mary ушла не закрывши дверь Или не заперши дверь Вот так правильно Не заперши Значит, Mary Mary Left Left home Далее я ставлю without Without Имейте в виду, что здесь может быть Not Это как вариант Здесь просто по заданию должно быть without Without Дальше lock у меня будет герундим Locking The door The door Вот таким образом Далее аналогично We went to bed He went, sorry He went to bed He did not take off his shirt Он пошел спать Он не снимал рубашку He went to bird To bed Sorry He went to bed Вот так вот лучше Without Я выбрасываю вот это he Оно мне здесь абсолютно не нужно Значит, вот это трансформируется в without Это у меня будет taking Обратите внимание, что in добавляется только на глагол Without taking off his shirt Все Он пошел спать, не снимая рубашки The boy continued to speak He did not look at us Мальчик продолжал говорить Он не смотрел на нас Значит, мальчик продолжал говорить Здесь ничего не меняется He я выбрасываю Did not Трансформирую without И получается такое The boy continued to speak Without Looking at us Вот таким образом Не глядя на нас The man saved the child He did not give his name Мужчина спас ребенка Он не назвал своего имени The man saved the child Здесь ничего не меняем Дальше выбрасываем He Did not У нас трансформируется в without Giving Without giving his name The man saved the child Without giving his name Не сообщая Своего имени Вот таким образом Далее Следующая структура Почти то же самое Но если я не хочу ставить Допустим, у меня такое I did not take a taxi I went there by bus У меня здесь альтернатива Я не ловила такси Я поехала туда автобусом Здесь немножко сложнее Здесь у меня начинается Сразу с герундия все Я ставлю вместо Вместо того, чтобы взять такси Я поехала автобусом Вот это вместо того, чтобы Это у меня instead of Instead of Вместо того, чтобы Вместо Того Чтобы Запомните себе Если у вас такая фраза появляется Дальше у вас будет герундий Instead of Дальше taking Сразу же герундий Потом всякие там слова с ним связанные А потом уже Мое предложение Вот это вот Как видите, оно совершенно не меняется Итак We did not go to the seaside We spent the summer in the country Мы не поехали на море Мы провели лето в деревне Значит, где у нас альтернатива? Что мы не сделали? Мы не поехали на море То есть вместо моря Мы провели лето в деревне Итак, я ставлю instead of Вместо того, чтобы Вместо того, чтобы поехать на море Instead of Дальше поехать мне надо И для этого я использую Go Going Going to the seaside Вот таким образом Далее А дальше все как было Значит, здесь даже запятую можно поставить We spent Редкий случай We spent The summer The summer In the country In the country Вот таким образом Едем дальше Посмотрим, что у нас еще может быть He was not preparing for his exam He was playing chess Он не готовился к экзамену Он играл в шахматы Итак, вместо того, чтобы готовиться к экзамену Он играл в шахматы Значит, я ставлю опять вместо того, чтобы Instead of А дальше мне нужно герундий Вот он Prepare for the exam Здесь не ведитесь на вот это ing Это всего-навсего continuous Instead of preparing Здесь у меня герундий Внешне они похожи, но Это совершенно разные вещи For his exam He was playing chess Дальше ничего не меняется He was playing chess И так далее, и тому подобное Все в таком же духе I did not learn this story by heart I prepared to retell it Я не учила этот рассказ наизусть Я готовилась его пересказывать Итак, значит, вместо того, чтобы учить наизусть Я готовилась пересказывать Значит, я ставлю instead of При этом я выбрасываю вот это Вот это Instead of Дальше Learning Дальше все, ничего не меняется Instead of learning the story by heart I prepared to retell it Вместо того, чтобы учить Я готовилась Далее I shall not go to the cinema I shall watch television Книга старая, поэтому здесь Shell в будущем времени Значит, не пойду в кино Буду смотреть телевизор Кстати, еще один момент Герундию абсолютно все равно С какими временами употребляться И в этом его большая ценность Хотите, говорите о будущем Хотите, говорите о прошедшем У нас было прошедшее У нас было опять прошедшее Вот здесь будущее Что у нас будет? Опять же, выкидываем это все И это тоже И у нас будет так Вместо того, чтобы идти в кино Я посмотрю телевизор Instead of going to the cinema I shall watch television Или I will watch television Далее I shall write her a letter I'll send her a telegram Не буду писать ей письмо Пошлю ей телеграмму Опять же, вот это все вылетает Instead of Вместо того, чтобы писать Я пошлю телеграмму Instead of writing her a letter I will send her a telegram Вот таким образом Вот такие структуры Значит, у вас Имейте в виду, что Герундию Это часть речи Которая очень-очень любит Ставиться после предлогов Он любит предлоги Кроме того, герундию Ставиться после определенных глаголов Об этом Это отдельная тема Но если вы видите Что у вас предлог Значит, вполне возможно У вас будет и герундий Кроме того Что здесь Остается только запоминать Отдельные структуры После которых Характерен Употребление инговой формы Вот как здесь Without Без ожидания Или вместо того, чтобы Эти структуры Просто себе выписывайте Коллекционируйте И знайте, что после них Употребляется инговая форма Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!